Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game & Word. Сегодня в выпуске. Larian Studios возвращается на Kickstarter. Новые античитерные программы в Warface дали результат. Демонстрация сражений на мяча в Kingdom Come Deliverance. Place of Fear новый хоррор от поляков. Через неделю выходит хоррор The Flock. Larian Studios возвращается на Kickstarter. Разработчики из Larian Studios решили вернуться обратно на Kickstarter, чтобы начать сбор средств на создание и продолжение Divinity Original Sin. Компания по сбору средств на продолжение истории начнется уже совсем скоро, 26 августа. Авторы пообещали, что Divinity Original Sin 2 станет намного лучше первой части, причем которую и без этого весьма тепло приняли игровые критики. И, кстати, игроки могут уже даже сейчас высказаться по поводу новой части, то есть сообщить о том, хотите ли вы увидеть продолжение или же нет. Для этого вам потребуется пройти на официальный сайт игры и проголосовать. Кроме этого, можно также предложить и вознаграждение тем людям, которые захотят вложиться в игру. И, кстати, если все будет хорошо, тогда Divinity Original Sin 2 появится на выставке PX Prime, которая будет проходить в Сиэтле этим летом. Компания Blizzard Entertainment подумывает о продолжении серии Warcraft. Многие фанаты Warcraft точно рады этой новости, ведь компания Blizzard Entertainment, возможно, начнет работать над Warcraft 4. Конечно, после того, как покончить с трилогией StarCraft. Приятно слышать о том, что все так же существует спрос на стратегии по вселенной Warcraft и StarCraft. Как только мы закончим работу над игрой StarCraft 2 Legacy of the Void и дождемся релиза, то точно соберемся и обдумаем, стоит ли работать над продолжением серии Warcraft и StarCraft. Игроки могут не волноваться, эти варианты мы точно рассмотрим, сообщают представители компании Blizzard Entertainment. Исходя из этого, оказывается, последняя часть StarCraft закончит лишь легендарную трилогию, и, возможно, в скором времени мы все увидим нечто великолепное, вроде Warcraft 4. Так что не теряем надежду и скрещиваем пальцы ради того, чтобы увидеть продолжение легендарных игр. Новые античитерные программы в Warface дали результат. Варфейс уже не первый год занимает твердую позицию на рынке мультиплеерных игр. За прошедшее время сервера игры стали намного населенней, поэтому со временем появляются все новые и новые игроки, которые пользуются разнообразными читерскими ПО. Но команда из mail.ru.group не перестает бороться с такими игроками. Если верить статистике, то в начале года был организован специальный античитерский отряд MRAC, главной задачей которого стало отслеживание подозрительной активности Warface. Как выяснилось, для выслеживания используется множество разнообразных инструментов, десяток методик, включая даже систему Star Force. В общем, судя по тому, как вся эта система работает, число читеров снизилось на целых 20%. Соответственно, число жалоб также очень сильно снизилось. Демонстрация сражений на мечах в Kingdom Come Deliverance. Представители Warface Studios совершенно недавно опубликовали новый видеоролик, касающийся боевой системы Kingdom Come Deliverance. В этом видеоролике разработчики продемонстрировали то, как они создают систему сражений на мечах. Прежде всего, хочется сказать, что боевая система соответствует реальным сражениям той эпохи. Система захвата движений работает превосходно. Студия Warhost проделала большую работу в плане анимаций и захвата движений. Динамичные и опасные схватки на мечах были дополнены различными блоками и контур-ударами, которые вы можете провести в бою. Кроме того, что был показан сам процесс создания боевой системы, были также показаны некоторые фрагменты геймплея, которые позволили увидеть боевую систему в действии. Судя по опубликованному видеоролику, игрокам предстоит немало тренироваться на мечах, чтобы стать превосходным воином. Квантум Брейк, Крэкдаун 3 и Скейл Баунд, возможно, выйдут на ПК. Сегодня компания Майкрософт объявила о том, что они не собираются в ближайшее время выпускать Квантум Брейк, Крэкдаун 3 и Скейл Баунд на ПК. Поэтому игры также остаются эксклюзивами для платформ Xbox One. Об этом нам сообщил глава Xbox Фил Спенсер. Но он также отмечает то, что выход на ПК все же может произойти, но точно не сейчас. Фил признается в том, что разработка Квантум Брейк, Крэкдаун 3 и Скейл Баунд началась еще задолго до того, как они начали думать о том, стоит ли эти игры переносить на ПК. Но учитывая то, что на данный момент компания Майкрософт рассматривает Xbox как огромную экосистему, которая работает на совершенно разных платформах, в том числе и консолях, можно с точностью сказать, что релиз ранее объявленных эксклюзивных игр на ПК не заставит себя долго ждать. Малоизвестная польская студия Bluebeard Team начала работать над совершенно новым и уникальным психологическим ужастиком Lace of Fear. На этот раз игроки смогут взглянуть на мир глазами обезумевшего художника. В ходе разработки авторы вдохновляются не только шедеврами мировой живописи, но еще и архитектурой вместе с декором 19 века. Именно эти элементы будут воплощены в новой игре. Кроме этого, стало известно, что игроки окажутся в странном доме, который будет переполнен порождениями самых больных идей и ужасов. Авторы утверждают, что все, что будет находиться в доме, будет меняться в зависимости от угла взгляда. Но только встретившись с ужасами этого дома, главный герой сможет завершить шедевр всей своей жизнью. Игроков ждет весьма интересный и нестандартный хоррор, который выходит уже 27 августа на ПК. Через неделю выходит хоррор The Flock. Уже практически через неделю выйдет многопользовательский стелл-хоррор под названием The Flock. 21 августа каждый желающий сможет купить игру и окунуться в мрачную атмосферу игры. Разработчики из студии Vogelzeb ранее сообщили о том, что игра выделится среди всех остальных тем, что стартует с ограниченным количеством жизней. 215 358 979 жизнями. Причем с каждой гибелью главного героя в сетевых баталиях цифра будет становиться все меньше и меньше. И когда цифра дойдет до нуля, то студия Vogelzeb перестанет продавать игру. И вот сколько именно сможет прожить The Flock зависит лишь от одних игроков. Сами же разработчики не хотят преждевременно утверждать, через какое время игра сможет набрать такое количество смертей. Но в любом случае это будет очень интересно и увлекательно. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok